Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании E-Markets. По традиции для вас я сделаю ежедневный обзор рынков с точки зрения VSI и с точки зрения Price Section. Полный анализ находится у меня на канале, ссылку найдете в описании на него. Переходите, посмотрите полный анализ, если вас интересуют другие какие-то инструменты, например, акции голубых фишек, да, или, например, что у вас у нас будет с курсом рубля, да. Приходите по ссылке, посмотрите его. Ну а мы сейчас рассмотрим некоторые валютные пары, также рассмотрим золото и также рассмотрим биткоин. Все это есть у вас в терминале в компании E-Markets. Рынок нашел донышко по паре евро-доллар и стал разворачиваться вверх, уйдя в такую вот некую коррекцию. Как я, собственно говоря, говорил, мы пробили наши цели, ушли еще выше, опять-таки это некий бонус от рынка, и пробили серединный диапазон падения. Вот это уже опасно. Опасно, потому что обратите внимание, как мы его пробиваем. Объемы снизились, однако волатильность инструмента просто зашкаливает. Это все признаки разворота, дамы и господа, которые я ожидаю от уровня, который мы сейчас, соответственно, имеем, да. Если его не удержат, то есть здесь некая такая вот развилочка. Упадем ли мы в понедельник вниз, да. Если упадем, то свалимся еще ниже до уровня 1.07.964. Если удержим уровень, то вполне можем после флета пойти еще выше, к уровню 1.13308. Перейдем, наверное, теперь к фунту. Как и по евро, мы дошли до середины падения. Исполнится наш прогноз. Аналогично взлет на фоне обычных, собственно говоря, объемов. Все это говорит о техническом развороте. Но не спешите, дамы и господа. Имеем аналогичный прогноз, как и в случае с евро. Если волатильно скатимся вниз, доходим до уровня еще ниже, это к уровню 1.17815. Вы меня спросите, с каких уровней мы должны до туда дойти. То, в принципе, с уровня 1.21830. Или мы тогда можем уйти в некий флэт с последующей расторговкой вверх к 1.28509. Вот такая вот некая, собственно говоря, развилочка. Перейдем к иене. Уровень 1.11180, как мы и ожидали, оказались роковым для иены. Произошло очень красивое падение. Опять-таки, дошли до наших целей просто тик-в-тик, тик-в-тик. И обратите внимание, по иене сформировался такой треугольник. Многие говорят, что треугольник, он торгуется в сторону продолжения. Да нифига не так. Уже сколько лет я говорю об этом, что треугольник не всегда торгуется в сторону продолжения. Но, тем не менее, это уже, наверное, отдельная история. Уж простите меня, что я отклонялся от темы обсуждения. Мы, собственно говоря, дошли до наших целей в тик-в-тик. И уровень 107.565, это ключевая область, да, как вы помните, мы ее отмечали. Мы уже там находимся. Если пробьем ее, то, конечно же, уходим ниже до уровня 105-130. Если нет, флетим дальше с разворотом к 109.315. Пока все указывает на некий сценарий падения. Конечно же, объемы на падение увеличиваются, объемы на рост снижаются. Очевидно, что попытка быков некая сопротивляться провалилась. И, конечно же, я все же ожидаю падения. Австралиец. После серьезного падения стали отрастать, дошли до серединного диапазона падения. И сейчас пробили, соответственно, его. Если помните, я говорил, что мы на таких глобальных, собственно говоря, лоях. Ну вот от них стали потихонечку отбиваться. И, слава богу, мне, как и в евро, и в фунте, если честно, не нравится скорость. Вот это вот пробоя. Это просто как нож, масло. И самое интересное, при этом происходит резкий закос цены на фоне обычных, черт возьми, объемов. Это, конечно же, все походит на, знаете, такой достаточно некий разворот. Ожидаю коррекции от этой глобальной коррекции. То есть коррекция, коррекция, да? Довольно-таки неплохо. В диапазон 0.5... 0, прошу прощения, 59-480. С последующим разворотом вверх до уровня 0.63.22.69. Грубо говоря, запас для лонга у нас по австралийству есть. После коррекции можете присмотреть покупки. До нашей цели это, соответственно, уровень еще раз 0.63.22.69. Прием, наверное, теперь к золоту. По золоту стал формироваться такой вот глобальный треугольник. Объемы на границе данного треугольника, естественно, увеличиваются. Все это указывает на дальнейший прострел вверх. В то же самое время, как мы видим, наверху у нас есть активный продавец. Такая вот подвешенная ситуация, такая вот свистопляска. Опять же, как в иене, примерно то же самое происходит и по золоту. Вижу два сценария. Есть позитивный и есть негативный. С какого, собственно говоря, начать? Ну, давайте начнем, наверное, с позитивного. Если прорвемся выше 16.33, можем уйти до 17.00. Негативный при пробое 16.03, движение в область 1500. Ну, это все по золоту. Теперь мы, наверное, перейдем к биткоину, цифровому золоту. После нашего прогноза мы вроде бы чуток отросли и ушли в долгое-долгое плато. Многие люди ожидали, на самом деле, тут лонгов после роста. Но биткоин, как обычно, всем утернулся. Я читал, собственно говоря, чат, который у нас есть. Пожалуйста, кстати, если кто-то не подписан на наш канал в Телеграме, подписывайтесь. Довольно-таки неплохо, да, мы там сидим и обсуждаем целыми днями ситуацию на рынках. Ну, когда есть возможность. В общем, в чате сидели, и почему-то биткоины назывались камины. Вот, с камина пошла наверх, пошла наверх. И, если честно, я тоже ожидал некого движения наверх по биткоину на прошлой неделе. Поскольку, вроде бы, тут у нас, знаете, мы видели появление некого такого покупателя. Да, мы видели, что этот покупатель пытается выкупать рынок и толкать рынок вверх. Ну, сейчас мы видим, как сработали его стопы. И, более того, технически стопы должны были остановиться чуть-чуть ниже, а рынок пошел ниже его стопов. То есть, свалился еще ниже. И это, конечно же, говорит о том, что у нас в рынках есть довольно-таки сильная инициатива свалиться вниз. Ну, это, в общем-то, биткоин. Здесь такая волатильность, он всем обычно утирает нос. Ну, это классика жанра. Прогноз, вот вся эта вот тягомотина, которая только что говорила, это не имеет отношения вообще ничего к прогнозу, поскольку прогноз, в общем-то, не меняется. Глобальный прогноз, это, конечно же, движение к лоям, это к уровню, соответственно, 3500-3500. Локально можем немножко отрасти и протестировать вот это вот плотов, который мы находили всю неделю с обратной стороны. То есть, некая коррекция к уровню 63.57 с последующим движением вниз. Но это все касаемо биткоина. Дамы и господа, предлагаю на этом остановиться. Напоминаю вам, что следующая неделя объявлена Владимиром Путиным нерабочим. Я точно так же присоединяюсь к рекомендациям и призываю вас не выходить на улицу. В ходе этого мной было принято стратегическое решение. От меня вы получаете шикарный бонус в виде скидки на всю мою линейку обучения. Традиционно эту скидку я делаю в мае месяце, но я ее решил сделать сейчас. Чтобы вы не выходили на улицу, чтобы вы подтянули навыки своей торговли. Чтобы вы что-то изучили, чтобы вы что-то узнали. Чтобы вы смогли написать свою торговую систему. Чтобы вы смогли разобраться в своей торговле. Чтобы вы пробили этот стеклянный потолок, который у вас есть уже несколько лет. Самое главное, чтобы вы разобрались с той кашей в голове, которая у вас возникала в ходе вашего самообучения. Ссылку найдете на продукт в описании. Также найдете описание. все линейки обучения, которые у меня есть. Ну а я вам на следующей неделе желаю удачи, профита, счастья и благополучия. Зарабатывайте счастливо! Напоминаю вам, что на моем сайте находится опросник, в ходе которого вы можете проголосовать за те инструменты, которые наиболее вам интересны. Если ваш инструмент, который наиболее вам интересен, наберет несколько лайков, можно сказать, или несколько голосов других пользователей, то, соответственно, он также появится в обзоре, и я сделаю на него аналитику на следующей неделе. Ссылку на этот опросник найдете в описании. Я вам желаю удачи, благополучия и счастья. Удачи!